И эта книга называется «Дварим» или «Второзаконие». Эли дварим ашердебер Маше, эльколь Исраэль, бе-авар Яардан, бе-медбар бе-арава, мульсов бен-паран у вейн-тефель, вэ-лаван ха-хацерот веди-загав. Эти слова, которые говорил Маше Израилю на той стороне Иордана, и дальше говорится о географических координатах этого места. То есть слова, да, слова или речи можно произвести. Это уже, можно сказать, если книга «Исход», да, где-то повествует примерно о первых месяцах пребывания в пустыне, книга «Дварим» в большей части о первом и последнем годе пребывания в пустыне евреев, то здесь последний месяц, да, это те речи, с которыми обратился Моисей, уже в последний месяц, это уже его напутствие, да, его завещание. И она подводит итоги всего. Поэтому еще называется это повторение. Мишне Тора, повторение Торы. И по-русски второзаконие. А «дварим» означает слова или речи. Но интересно, что если прочесть «дварим», не «дварим», а «дворим», то получается пчелы. Поэтому Медраж сравнивает еврейский народ с пчелами. Пчела, весь мед, который она добывает кропотливым трудом, отдает хозяину. Так и еврейский народ. Все заповеди и добрые дела, которые совершают для Всевышнего. В отличие от другого кусающего насекомого комара, который служит прямо противоположным примером. Только в себя, да, и ничего наружу. Поэтому еврейский народ сравнивается с чем? Пчелами. С пчелами. Хорошо. И мы видим, что здесь Моше предстает уже чрезвычайно красновечивым оратором. Если он вначале говорил, что я человек неречистый, да, или косноязычный, некоторые переводят, то здесь как раз эти речи являются очень интересно построены в виде такого четкого монолога. Четкого монолога. И бывает от кацелярского такого стиля до наполненной поэзией финала. И это есть слова, которые говорил Моисей, подчеркивается, в Библии. То есть, это не просто было написано, а что сказано всем. И Моисей прекрасно держит аудиторию. Если раньше, когда он говорил, что я человек неречистый, пошли кого-либо другого, то здесь уже Моисей получил дар от Господа. Не только дар Торы, но и дар преподнести эту Тору, да, всем другим. Это удивительно то, что происходит с человеком. И Моисей предстается перед тобой как лидер, который рисковал жизнью во имя всего народа. Который действительно сделал много добра соплеменников и имеет право порицать их за присущие им пороки. Потому что в этой книге Моисей очень много говорит нелестного, да, по отношению к Израилю. Вообще, если вот вы можете заметить, что лучше всех говорил об Израиле, ну, можно сказать, антисемит Белян, да. А хуже всего пророк Исаия в первых шести главах. Вот если взять первые шести главы, да, первые пять глав пророка Исаия, и опубликовать в каком-либо антисемитском журнале на современном языке, да, в современном стиле, прям такие антисемитские строгие вещи, да. Но Моше, видите, он имеет такое право обличать, потому что он сам был готов умереть за израильчан. Так же, как и Павел, правда? И Моше наверняка долго ждал этого момента. Вот сорок лет накопилось, и, наконец-то, это все вылилось наружу, да. И Библия, поэтому, делает такой упор на том, в каком месте и при каких обстоятельствах была произнесена прощальная речь Моисея. И здесь описываются и впечатляющие победы на поле брани, но, с другой стороны, описываются, опять повторяются многие законы, хотя есть несколько заповедей, которые не содержатся в предыдущей книге. И, как раз, когда уже Моисей говорил это, он передал бразды правления Егоша. Поэтому, никто не мог сказать, что он обличает и обвиняет с целью свести счеты с политическими противниками. И начинается с самого такого наболевшего вопроса, этого вопроса разведчиков. Здесь эти разведчики уже называются мераглим, не туристы, да, а те, которые ходят ножками, пешие разведчики. И поэтому здесь рассказывается с первой главы 19 стиха по 46 стих, пересказ эпизода с разведчиками и его печального финала. А дальше говорится о тех переходах, которые шли евреи и о завоевании страны Сигона и страны Ога. И о разделе восточного берега реки Иордан между коленами Ревена, Гада и половиной колена Меноша. Сейчас в этой области какая страна находится? Восточнее Иордана. Иордания. Иордания или Транс-Иордания в начале она называлась, была создана искусственно одним единственным человеком. Кто это был? Винстон Черчилль, да? Он так взял и разделил. Большую часть территории, которая называлась Палестиной, фактически территории Израиля, да? Если посмотреть, Израиль маленький, а Иордания какая? Большая. Вот это вся территория, которую отдал арабам лично своим, так сказать, желаниям. Один человек, Винстон Черчилль. О нем можно сказать много хорошего, можно сказать много плохого. Он, кстати, был лауреатом Ноблевской племени. По какой статье? Нет. Как журналист. Как журналист. У него есть прекрасная книга о шестиднянной войне. Я советую каждому почитать. Черчилль. Шестиднянная война так и называется. Да, да, шестиднянная война. То есть, очень такой своеобразный человек, о котором, можно сказать, много хорошего и много плохого. Итак, видите, новое поколение выросло. Те, которые были 40 лет назад, да, они умерли. Поэтому новому поколению нужно было преподать вот этот урок. Этот урок, связанный с разведчиками. Связанный с разведчиками. И видите, почему указано это место, в котором говорил Маше. Степи Маава. Можно сказать, почему. Видите, это сделано за Иорданом. Пустыня в степи против Суфа, между Параном, Тафелем, Лаваном, Хацеротом и Зизагавом. И Дизагавом. И все эти географические названия, они как бы являются напоминанием о грехах. Название Лаван, обозначающий как белое, намекает на бунт против мана, которое было белое, как кориандровое семя. Дизагав, это, можно сказать, обилие золота. И это указывает на грех золотого тельца. И Маав, степи Маава, это что? В Мааве, как раз эти Маавитяне, да? И было согрешение, связанное с чем? Ну, мы говорили, с Балпиором, да? С Балпиором. То есть, вы видите, все эти географические места указывают на грехи Израиля. И говорится, что место, время обращения описано весьма подробно. И также указана дата, когда говорил Маше сынам Израиля. То есть, это конкретные места. И эти Раши объясняют, почему Маше только сейчас решил обратиться к народу. Маше сказал, если я стану обличать их до того, как они займут хотя бы часть страны, они ему скажут, что до нас, что хорошего он нам сделал. Он только придирается и ищет повод к обвинению. Поэтому Маше подождал, пока не поразили Сигона и Ога, и не были переданы израильтянам трем коленом освободившиеся земли. Лишь тогда он стал укорять их. И есть такой комментарий. Равен Авраам Исаак Кук объясняет, что во время получения скрижалий, завета на Синае сказано, и расположился там Израиль против горы. И сказано об Израиле в единственном числе. И Раши комментирует это строки так. Они были едины с одним сердцем и одной душой. И это было идеальное состояние народа. Когда весь народ, да, это одна душа и одно сердце. Но здесь уже говорится, что остановились они. То есть, здесь уже говорится не о едином народе, да, а о каком? Каждый уже был сам за себя. Каждый думал что-то сам по себе. Они совершили много хорошего, но и не совершили много плохого. И вот для того, чтобы укорить их и добиться единства, да, Маше опять обратился к ним. Вы помните, что Дворим, глава обычно читается рядом с девятым ава. А девятая ава, это весьма трагичный, да, для истории еврейства день. И из Пороша Шауа Дворим обычно соответствует девятого аву, дню разрушения первого и второго Иерусалимского храма. Разведчики вернулись в стан восьмого ава, и всю ночь они что делали? Плакали, да. Медраж говорит, родители брали на руки своих малюток, подходили к Маше и говорили детям, «Вот, дети, это тот самый человек, который вывел нас из Египта на погибель. По вине этого человека вы станете рабами у других народов». И услышал Бог слова ваши, и разгневался, и поклялся, сказал, «Увидит ли кто-либо из этих людей благодатную землю, которой поклялся я отдать отцам вашим?» Говорит Маше от имени Бога, да. «Дети ваши, о которых сказали вы, что станут они добычей, войдут туда. Им я дам ее, и они ее унаследуют». И в книге Ба Медбар, 14 глава 2 стих, было сказано, «И плакал народ всю эту ночь». И Медраж говорит, что воспылал гнев Бога, и он объявил за то, что вы плачете сейчас без причины, будете плакать в эту ночь и в будущем, но уже не напрасно. И вы помните, можете себе отметить, какие события происходили 9 ава. Был разрушен первый храм, был разрушен второй храм, 9 ава пал последний оплот повстанцев Бар-Кохбы, крепость Бейтар в 135 году. И после этого был перепахан Иерусалим, плугом, как поле, чтобы памяти о нем не осталось. И даже саму страну Израиля, иудеи, они переименовали как Палестину. В 1113 году, после первой истории нашей страны погрома, были евреи изгнаны из Киева. Помните? Да, да. В 1290 году евреи по повелению короля Эдуарда I были изгнаны из Англии. В 1306 году из Франции. И все это происходило, да, на когда? На 9 ава. И самое такое серьезное знание, правильно вы говорили, в 1492 году, когда 300 тысяч евреев покинули Испанию. И многие крестились, их было значительно больше, но бежать они не могли, потому что инквизиция следила за ними очень зорко. И Дон Исак Абарбанель, тогдашний министр финансов в Испании, писал, что ему удалось несколько раз отложить изгнание, но в конце концов, оно прошло именно 9 ава. Именно 9 ава отплыла экспедиция Колумба, помните? И как раз на Суккот они прибыли в Америку. Потому что один из экспедиций Колумба увидел, они долго ждали землю, земля не показывалась, да? И вы знаете, что он увидел? Он увидел пальмовую ветвь. Пальмовая ветвь была. Это как раз было на Суккот. Интересно, что первым из европейцев, который сошел на землю Америки, кто был? Еврей, да? Он был переводчиком взят. Колумба, вообще-то, собирался плыть в Китай и в Индию, да? Но евреи везде найдутся. Он знал, что в Китае и в Индии тоже есть евреи. Правда? Да. Без этого не обойдется. Вот такие происходили события. В 1555 году было создано первое гетто, еврейская резервация. Папский Рим заключил евреев за забор и определил им единственное место проживания. И по названию этого места, потом гетто стали называться места жительства, да, евреев в любых других местах. У нас была, в общем-то, такая огромнейшая резервация, в которой вся территория была сплошной гетто. И как она называлась? Черта оседлости, да? Черта оседлости. И первое гетто было создано тоже 9 авгу. 9 авгу была объявлена мобилизацией России в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны. И после этого, вы помните, война разрушила устоявшийся быт еврейских общин Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Австро-Венгрии. И было убито и замучено очень много евреев. И белыми, и красными, и какими хотите. Да. И эта война подготовила почву для Второй мировой войны и для Гитлера. Если бы не было Первой мировой войны, не было бы и Второй мировой войны. И 9 авгу в нацистской Германии был издан приказ об окончательном решении еврейского вопроса. И это тоже все происходило 9 авгу. Видите. И когда вернулись разведчики 9 авгу, из-за чего они пострадали? Из-за длинного своего языка. И сказал рабе Элизер Бен Парта, если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то посмотри, как пострадали наши отцы в пустыне Синай из-за разведчиков. «Разведчики говорили плохое о стране, то есть о камнях и деревьях. До этого наши предки грешили в пустыне 9 раз, и все им прощалось. А приговор вымереть в пустыне был им вынесен только за злой язык». Это трактат Эрхин, 15 глава. Вот так получается. «Не ходи сплетничать, не стой у крови брата». Что называется сплетник? И кто называется сплетником? Тот, кто переводит слова одного человека к другому. Тот, кто рассказывает, что он слышал о другом человеке, хотя бы это и было правда. И делает это он большое зло. И это иногда приводит к разрушению устоев мира. То есть тот, кто рассказывает о другом человеке, факты, которые, будучи больше известны, могут этому человеку повредить. Это и есть сплетни, запрещенные Торой. Даже если эти факты подлинные. Вся наша история изобилует примерами вреда сплетен. Иосиф из-за чего пострадал? Помните, мы говорили? Из-за сплетен. Мы разбирали этот момент. Доэк, эдами, доэк, эдами, доэк, это что? Беспокойство, озабоченность, да? А человек обеспокоенный, озабоченный, как на иврите? Мудак, да, совершенно верно. И вот этот доэк, эдами, рассказал царю Саулу, что видел Давида в городе Нов, где жили священники. И как Давида там приняли. И помните, что после этого сделал Саул? Уничтожил священников, да? То есть, Торой храм был разрушен из-за напрасной вражды. Одни говорили, надо немедленно восставать против римлян, освободить еврейский народ. Другие говорили, мы для этого еще недостаточно сильны. И это будет бесполезным кровопролитием. И одни смотрели на других, как на врагов. И большую роль в этом сыграли обоюдные сплетни. Есть такое сказание о камце и баркамце. Я подробно не буду о нем говорить, да? Ну, из-за того, что один человек обидел другого человека, да? Когда ежегодно на Суккот римский император присылал жертвенное животное в храм, тот повредил жертвенное животное. И священники животное с порохом не могли принести в храм, да? Они отсюда, значит, раздули историю о том, что евреи пренебрегают императором. И началась тяжелая кровопролитная война, в результате которой практически все еврейское население, да, было уничтожено или взято в плен. То есть это очень страшные такие вещи. И еще это суббота, которой считается глава дворим. Она является с одной стороны субботой, которая приходится на 9 ава на эту неделю, но в эту субботу мы не только бежим от Русти, мы умножаем свою радость, так говорят евреи. Потому что если Бог выполняет свои отрицательные обещания, да, то насколько замечательно Бог выполнил свои положительные обещания. Евреи изнаны из Израиля и Галути. Но насколько будет прекрасно, да, когда они вернутся. Евреи отторгнуты от Ешуа. Но насколько будет прекрасно, когда они вернутся. По этому поводу есть такая притча. По этому поводу есть такая притча. Царь устроил большой пир. И сидят стражники. И сидят стражники и видят, что ворота во дворец забегают собаки. И когда возвращаются собаки из дворца, а стражник возле ворот встает. А они тащат. Какая собака? Кольцо колбасы. Какая собака? Что-то еще тащит. Вот. И стражники говорят друг другу. Если у царя даже собаки так кушают, да, так каково же будет, когда придут к нему в гости его дети? Да. Помните, Ешуа тоже сравнивал язычников с кем? С псами, да? Я не хочу говорить плохо о церкви языческой, но когда придут в церкви, да, когда придут... Ничего, собака это верное животное. Ка-лев от слова лев происходит. Да. Вот. Вы знаете, я так тоже вот думал. Да. Я вот тоже так думал, знаете. Волшебники задрудного города. Вот смотрите, Шихина, да, оказалась изгнанной злой волшебницей из дома отца. Шихина Элей, да? Возвращается в дом отца. Но для того, чтобы вернуться в дом отца, она должна помочь разным людям. Одному приобрести мудрость, другому сердце. Это, помните, качество царя. Третьему, что там должна приобрести так, железному дрововсеку сердца. Кому там еще... А, льву надо было еще храбрость приобрести, да? Это качества, которые нужны нам для того, чтобы вернуться в дом отца. И там она встречает некого. Человека, который себя называет великий и ужасный. Однако это не тот, который Господь есть великий и ужасный. И он так и не может отправить ее домой. Правда? Так он и не может ее отправить. Это лже-мессия, лже-пророк или антихрист. Но конец в конечном счете, когда она достает серебряные башмачки, она обувается на аль. На аль это имеет глагол оле. Она обувается для благосветствования всему миру. Она оказывается чудесным образом рог элагим, подхватывает ее и приносит дом отца. И тогда моя жена спрашивает меня, когда я начинаю рассказывать, вы знаете, я ее уболтываю. Я страшный садист по уболтыванию людей. И вот она меня спрашивает. Говорит, а кто же тогда Татошка? Я подумал. А Татошка, я говорю, это язычники церкви. Так говорит еврейская традиция. Итак, когда сыны придут на пир царя, насколько им больше достанется, чем этим самым, правда? Который бросает со стола очень вкусные вещи. Поэтому это также суббота разности. И эта суббота связана с изгнанием. И этот день видения связан с будущим светом. И Шульхан Арух говорит, что в этот день позволительно устроить пир, то есть не на 9 ава, а на субботу. На неделю, в которой приходится 9 ава. Устроить пир не хуже того, что устраивал царь Шлома, восходя на царский престол. Как предвкушение будущего пира. И суббота, который читает Дворим, всегда пришествует дню 9 ава. И получилось название Шаббат Хазон. Это суббота видения. Суббота видения. Хорошо. И по первому слову главы из книги пророка Исаии, который читает в эту субботу после недели чтения Торы. Да. Хорошо. И в Библии часто бывают трагические монеты, когда торжествует зло. И надо вопрошать не почему, а как. Эйха. Да. Эйха. Плач Иеремии. Ну вот, это тоже читается в это время, 9 ава, да. Плач Иеремии. О как. Да. Но главная причина, значит, плач Иеремии, там с первого стиха, первая глава, первого стиха. О как. Да. О как. Печален город, который находится в разрушении. И надо говорить не почему это случилось со мной, а как случилось это со мной. Хорошо. Итак. Что же это напрасная ненависть? Напрасная ненависть называется сенатхинам. Напрасная ненависть называется сенатхинам. Сенатхинам. И напрасная ненависть – это глубокая внутренняя болезнь. Напрасная ненависть перевышивает три самых тяжелых нарушения запретов Торы. Первый раз храм был возвращен евреям через 70 лет, а во втором случае храм до сих пор не возвращен. Видите? Идолопоклонство. Первый храм был разрушен из-за идолопоклонства. Да? Второй храм из-за чего был разрушен? Из-за ненависти. И евреи говорят, что ненависть, она хуже идолопоклонства. Беспричинная ненависть убивает человека, да? Поэтому беспричинная ненависть, помните, хуже трех запретов Торы. Беспричинная ненависть, она хуже убийства. И беспричинная ненависть хуже прелюбодеяния, потому что тот, кто ненавидит человека, он не может любить Бога, да? А ненавидящий Бога, он кем является? Прелюбодейцем, по определению. Хорошо. Так. И мы знаем, еще из-за какой ненависти беспричинной был, из-за беспричинной ненависти, выдающейся всех руководителей евреев, к кому? К Ишуа Мессия. Была это причинная ненависть? Беспричинная. Да, это зависть была, это злоба, они видели того, кто делает чудеса именем Божьим, и не вразумлялись, и не вразумлялись, правда? Да. Хорошо. Значит, тут пропустим несколько страничек. Из еврейских, из еврейских комментариев, в Дворим, 1 главе, 34-39 стих сказано. «И услышал Господь голос речей ваших, и разнился, и поклялся. Никто из людей этих, из этого рода, не увидит доброй земли, которую я поклялся отдать отца вашим. Только Калев, сын Ефуне, и Калев, вы правильно сказали, это собака, да, он увидит ее. Калев, или, может быть, как собака, да, а может быть, как сердце, потому что собака, лев, корень, да, Калев. Да, отдам ему землю, который ходил сам, и сынам его за то, что он повиновался Господу. «И на меня прогнелся Господь из-за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Егоша, сыну настоящий перед тобой, вот он придет туда, его утверди, ибо он передаст его владение Израилю. Дети же ваши, о которых вы говорили, что добычей станут они, и сыны ваши, которые ныне познали еще, что добро и зло, они войдут туда, им и отцам ее, и они унаследуют ее». Им отцам дадам я его, да, им дадам, то есть я ее, и они унаследуют ее. Видите, интересно, что Раши говорит, что если бы мы не понимали о том, что происходило с Моисеем, да, мы бы не поняли эту речь, Бог запретил не только тем людям, которые явно согрешили в грехе разведчиков, да, но и Моисея, который в то время он согрешил или не согрешил. Он хантатайствовал за народ Израиля, правда? И здесь как бы сопоставляется этот момент, который происходил в начале 40-летнего периода и согрешение Моисея, которое происходило позднее. И поэтому говорится, что непонятно, почему в середине рассказа о грехе разведчиков Моисея говорит, «И на меня прогнился Господь». И Арамбам говорит так, что Моисея вспомнил здесь о грехе ввод раздора, «Мэй Мерива», помните? Ибо хотел упомянуть вместе оба наказания всем недостойным войти в землю Израиля, потому что все, да, по вене грехов своих. Есть и другие толкования. Есть говорят, что Моше все-таки был косвенно виновен в грехе разведчиков. Помните, Моисей, он послал этих разведчиков и послал их Моше по слову Господню. Но если он послал их по слову Господню, почему же он поднес наказание? Как вы думаете? Это, опять-таки, то же самое, что мы говорим, выкручивание рук Господу. Да? Вы знаете, что у нас многие христиане занимаются прямым колдовством. Просто Бог по великой милости, да, допускает. Опять-таки, если мы о чем-то Бога просим, он не жандарм с палкой. Просим, хорошо, на, но ты убедишься, что это тебе назло, да? Вот так же было и с Моисеем. Моисей, вместо того, чтобы настоять на том, что разведчиков не нужно посылать, да, он подобно Аарону, и Аарон, вы тоже видите, когда Аарон с грехом Золотого Тенца поддался влиянию масс и тоже не вошел в землю, да? Так же и Моисей поступил. То есть, он виновным был в этом реке, да? Он просил Бога, и по слову Бога Бог сказал, ну, хорошо, пошли, пошли их. Знаете, как он сказал? Шалах леха. А помните? Лех леха. А пошел ты. А пошли вы. Точно. Вот, пошли, пошли их от себя, да? Вот так вот, грубо тоже сказал, потому что Моисей наставил перед Господом. Вот. Из комментариев Раши в главе Пинкас говорится, что Моше, как и Аарон, должен умереть, не войдя в землю Израилева. Значит, потому что из-за ввод раздора. А Рамбам говорит, что из-за того, что они были виновны и в грехе с разведчиками. Ну, так или иначе, эта вещь произошла, да? Никто из этих людей не увидит доброй земли. Но два человека, они все-таки получили милость, да? Моисей и Аарон, они увидели эту землю издали, да? Моисей посмотрел на эту землю. Интересно, что вот с этой горы, где, говорят, восходил Моисей, в хорошую погоду, видно, но до 80, а то и до 120 километров. Видимость. Именно на восходе, именно на восходе солнца, когда очень чистый воздух. И когда вот эти камни холодные, да, от долини уже возникает, как бы, ну, такое марево, да, при согревании. Как вы знаете, поднимается вверх. И поэтому, как бы, оказывается в чаше. Есть такие случаи, вот в горах, например, в швейцарских Альпах, в швейцарских Альпах видели битву при Ватерлоо, которая происходила где-то в несколько сотен километрах от них. Вот такие явления бывают. Они редко, но Бог всегда делает чудеса какие? Те, которые Он заплодировал заранее, правда? Чудо Божье, оно не нарушает законов Божьих. Просто действуют другие законы. Действуют другие законы. И все-таки Моисей увидел эту землю обетованную. И еще Моисей говорит, «Сказал я вам в то время так, не могу я носить один вас. Бог всесильный ваш размножил вас, и вот вы сегодня, как звезды небесные, многочисленные. Бог всесильный отцов ваших прибавит к вам тысячи крат напротив того, сколько вас теперь. И благословит вас, как и обещал вам. Как же мне одному носить заботы ваши, тяготы ваши и распри ваши? Выберите себе людей мудрых, разумных, знатных в племенах ваших, и я поставлю их во главе вас». Ну, помнишь, что эту идею вообще-то подал кто Моше? Итро, да? Итро. И это мы видим в книге «Шмот», 18 главе, 21-22 стих. Что значит «мудрый»? Мудрый, который вот качество, да? Мудрый, разумный и так далее. Мудрый – это человек, который изучил Тору, но этого мало. Он должен при этом иметь понимание, то есть проницание, видящее, какой закон применить в каждом отдельном случае. Скажите, это похоже на дары, которые описывает Павел? Слово «мудрости», да? И слово «знания». Дальше. Мудрых и известных. Известных, знаете, еще от слова «изведанный», да? «Проверенный». И эти люди должны быть знакомы народу непосредством массовой информации. Да, я вам рассказывал, Платон много говорил о государстве, и он называет демократию самым худшим видом правления, чтобы меня потом какие-нибудь органы не засадили за такие вещи. Еще раз говорю, что я говорю о царстве Божьем, правда? Да, в демократии и не демократии делайте, что хотите. Демократия в своих государствах, да. Но еще Платон почему называет демократию самым худшим? Он считает, что возможно демократия только в обществе, где не больше 10 тысяч человек. То есть в городе больше 10 тысяч человек, демократия уже невозможна. Почему? Потому что люди должны друг друга знать в лицо и по своим делам. Да? Это максимальное количество людей, которые может человек охватить в своем знании. Значит, 10 тысяч человек. И они должны точно знать, что делает этот человек. А не то, что говорят средства массовой информации, да. Итак, мудрых, известных. Известных, да. Еще, говорится, знатных или главных. 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 Еще говорят люди сильные, известные. Главные. Рож. Да? Главные. Помнишь? Помните, говорится? Рож. Рож. Глава. От слова глава. И, говоря современным языком, эти люди должны были быть исполнительной властью или властью, обеспечивающей выполнение судейских решений. Они должны были обладать не менее высокими душевными качествами, чем судьи. Значит, были начальники тысяч, да, сотен, полусотен, десятков и смотрители, которые должны были следить за исполнением. Что же они должны делать? И повелел я вашим судьям ту пору так. Вы слушайте братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и его соседом. Не давайте никому предпочтения на суде. Как малое дело, так и большое вы слушаете. И не бойтесь человека, ибо суд Божий. Итак, вы слушаете, да, и судите справедливо. Как нужно выслушивать? Внимательно, да. Слушание – это активный процесс, да. И судья должен точно вникнуть во все обстоятельства дела. И возможно так сделать, что судья выслушивает только одну сторону, а потом делает вывод? Нет. Вот, допустим, вот со мной произошел такой случай. Вот. И я подумал, вот как бы это могло быть воспринято. мы с женой в воскресенье пошли на базар на Южный рынок. И пошли мы на базар на Южный рынок, а жена моя становится в очередь, я в очереди не люблю стоять, я отхожу так метров на шесть в сторону, вижу, там никого нет. и тут подходит к тебе какой-то человек и начинает заявлять, я, Юрий, за Иисуса, ты меня что не узнаешь? Не помню. Ну, какой-то, то ли пьяный, то ли не пьяный, с другим каким-то типом, который курит. И начинает ко мне что-то цепляться. Я говорю, все, иди, говорю, я с тобой разговаривать не хочу. А потом я поднимаю голову и смотрю. Оказывается, где я стою? возле будки, а там, ну, я просто как ребенок, вы понимаете? А там, оказывается, на разлив дают вермут. А он подумал, наверное, что я стою туда и присоединяюсь третьим к его компании. И мне потом, знаете, так стало стыдно. И я подумал, ну, если бы кто-то скажет, да? Я стою, да. Но я же стою совершенно по другой причине. А он думает, да? И у него есть свидетель. Что я стою? Я потом побежал, же я говорю, слушай, я сейчас уйду, только ко мне какие-то прицепились, но она говорит, ну, сейчас уже моя очередь. Я возьму. Понимаете? То есть, разные вещи. Если человек находится даже с ножом в руках возле трупа, да? И этот человек вчера там, или третьего дня говорил, что он убьет этого человека. То можно об этом судить? Нет. Обязательно нужно тщательно все выслушивать. И видите, значит, судите, да, между братом, каждого брата и его соседом. Когда мы говорим возлюби ближнего своего, вы агавта ла ареха камо ха, да? Вот это слово ла – это предлог, ка ареха. А арех – это не только, помните, гости, да, архим называется. Арех – это не только ближний, но и человек – сосед твой. Или даже наблюдатель за тобой. И так, и так можно перевести. Поэтому слово перевод такой ближний, он даже не совсем точен, да? Это, говорится, между каждого братом и каждого соседом. И каждого соседа. И ни в коем случае не бойтесь человека. Потому что зачастую судьи оказываются в такой ситуации, когда они что вынуждены? Поступать по мнению большинства, да? Или бывают даже такие компромиссы. Часто в Америке такое. Какой-то преступник его освобождает для того, чтобы он дал на суде показания, да, против другого преступника. Можно ли такого человека отпускать? Нет. Вообще, если преступник дает показания, и известно, что он преступник, то эти показания в еврейском суде не должны. защиты. Отсюда, кстати, видите, и правила римского суда. Адвокату проще опорочить свидетеля обвинения, да? И часто так адвокаты поступают, значит, опорачивая свидетелей, и тем самым показывая, что эти свидетельства не верны. в то время, когда эти свидетельства должны быть верны. И сказано, выслушивайте, выслушивайте братьев ваши или выслушивайте между братьями вашими. И еще связано, не криви судом, не лицеприятствуй, не совершай несправедливости на суде, не будь снисходительны к нищему и не угождая знатному. То есть мы зачастую можем помочь какому-то бедняку, да, и обидеть знатного и богатого, потому что бедняк, он бедный и несчастный. Но нужно судить одинаково, да, и богатого, и бедного. И сказано, по правде суди ближнего своего. Что значит по правде? Всегда суди о ближнем своем. Какой стороны? Случай стороны. Говорит трактат пиркей. А вот первая глава, шестой стих. Хорошо, перерыв.